Ну что, всем привет! Вот и всё. Я в своей комнатке снова. Перед тем, как вы сейчас увидите несколько наших дней, хочу ещё раз сказать огромное вам спасибо за поздравления. Кто не подписан на наш телеграм, наверное, сейчас будет в шоке, но... Та-дам! Я теперь невеста! Также у нас в телеграм сейчас идёт розыгрыш на подарочке. Переходите! Даже не знаю, что добавить, конечно же, по этому поводу, потому что я до сих пор, наверное, пребываю в шоке. В приятном шоке. В комнате у меня сейчас полный бардак. Нужно делать уборку, нужно разобрать чемодан. Я его ещё не открывала. Я помню, я вам обещала показать всё, что мне привёз Дима. Всё, что я просила привезти, потому что я ожидала всё-таки посылку. Если бы я знала, что Дима приедет сам, естественно, я бы заказала, наверное, кое-чего чуть-чуть побольше, вот, чем я вот выбрала себе. Ну и, конечно же, я хочу сказать всем-всем большое спасибо, кто пришёл на наш эфир, который мы проводили буквально за несколько часов до вылета. Мы тогда не хотели его поговорить, что Дима улетает в этот же день. Буквально через 4 часа мы уже отправлялись в аэропорт, шли в метро. И я сдерживала такой позитивный настрой, хотя внутри меня было всё прям, ну вот, ужасно. Это, знаете, время пролетело вот так. Так, Дима приехал неожиданно. Пока были вот эти экзаменационные ещё несколько дней, потом, считайте, только с четверга я смогла спать до 10, не просыпаться там в 8.40. Какой 8.40? В 7.40, в 7.50, чтобы ехать на учёбу. Вот. И как-то строить планы, чтобы куда-то сходить погулять. Некоторые планы мы не осуществили в силу того, что, как мне Дима сказал, он больше прилетал ко мне, а не смотреть в Сеул. И мы так договорились, и, к сожалению, это на видео, по-моему, не попало ни в один кусочек, даже из тех, которых я убрала. Дима мне так сказал. Если я хорошо закончу уровень, который у нас начнётся с 4 марта, а сейчас у нас каникулы, две недели будут, мне Дима возьмёт билет в Питер, и там получается сколько дней? Ну, больше двух недель. Там ещё, конечно, зависит от визы, когда мне её дадут, потому что мне до сих пор её ещё не выдали после того, как я подалась на продление. Мне её одобрили, но физически мне ещё её не выдали. Вот, так что, если всё будет хорошо, и я, правда, смогу закончить уровень на стипендию, то это будет очень-очень круто. Ибо у нас планы там и на несколько дней в Москве побывать, там один-два дня к родителям поехать в Карелию, к Дениным родителям, там, может, на дачу, потом ещё в Питере. Ой, ну, буду стараться, есть стимул. Дима меня зарядил по полной программе, мне как раз этого и не хватало. В декабре то, что я говорила, у меня были небольшие такие, знаете, переживания, стресс-проблемки из-за того, что я очень сильно грустила по Диме, вот. Просто не хотела это как-то рассказывать, вот я как-то это переживала в себе, мало уделяла время учёбе, летала в облачках. Вот, собственно, от этого у меня такие результаты. Но я благодарна, что Дима мне сделал такой безумно, безумный подарок. Факт того, что он просто прилетел в Корею, вот так вот не предупредив, это просто, ну, это бесценно. А вот это так вообще дождалась. Как-то успокоиться. Я уже весь день дома. Я ещё вчера, когда пришла, пошла с девчонками пить чай на кухню, немножко, так, знаете, отошла от мандража, потому что я не отпускала с рук телефон, когда смотрела, как летит самолёт. Я и сейчас смотрю. Диме ещё лететь, наверное, часа два. Вот, где-то через два часа он уже будет в Питере. В общем, ладно, я опять много болтаю. Видео получилось очень длинным, но изначально оно было больше, чем на два часа. Я поврезала некоторые моменты, некоторые моменты мы с Димой решили не публиковать совместно. Я заотвечу на вопрос, когда свадьба, пока не знаем, но ждём всем дежимым селом. Всем доброе утро. Нам выходить через... Ну, не нам, мне вообще, а на Димой меня проводят до метро. Ну, через десять, наверное. А Левину вчера... Сколько он лет? До четырёх? До четырёх точно мы сидели. Потом я поставила будильник на таймер на полтора часа, чтобы посмотреть загрузку видео, потому что видео грузилось просто дофигища. Это первый раз такое, что оно грузится. Два часа, по-моему, оно грузилось. Плюс ещё обработка была после этой загрузки. Я в Телеграм скидывала фотографии. Сейчас откроем Диминого, любимого актёра. Оказывается, это как энергитоник, что-то такое. Но это не витаминка. Короче, всё, я заспана. Сейчас попробуем. И быстро пойду в метро, доеду до университета. Я не знаю, как я там буду сидеть, наверное, как креветка. О, я просто слово запнула. Да, это энергетика. Пробуй. Ой, кошмар. С утра энергетика не хватает. Ну как? Тут не газированный энергетик. Ну как, витаминка, не сладенькая? Ну ладно, вкусно. А вы похожи. А? А вы похожи. Кислючая. У них вот, так это ж хорошо, наоборот. У них очень похожи вот эти баночки на витаминку. Я пробовала витамин С. Вот такую. Плюс-минус похож вкус. Ехать мне минутки три. Но поезд ещё не подошёл. Ну в принципе я успеваю, тут ничего страшного. Единственное, что я не знаю, сколько у меня времени на это уйдёт. Потому что пока всем расскажут про свои ошибки. Больше вроде ничего не должно быть такого сегодня. Надеюсь, это будет не больше двух часов, и я смогу вернуться домой побыстрее. Чуть-чуть посплю. Как раз схожу в душ. Вот. У меня пока волосы высыхают. Я посплю. А вот это... А, нет. Хотела сказать, мой поезд. На улице так пасмурно. Уже девять. Я уже опоздалась, считайте. Но сегодня не учебный день, так скажем. Поэтому можно. Надеюсь, что можно. По кого-то фига одела свои старые кроссовки. Не знаю почему. Видимо, по привычке. Люблю опаздывать, но... Всё, я бегу в метро. И еду к Диме быстренько. Потому что поезд долго едет, так что сейчас расскажу. Мы все вот эти три часа сидели. Просто заполняли листочек. Там нам выдали задание. Штучек пять. Просто чтобы нас занять. И по одному вызывал учитель к себе. Вызвали меня. Вот, я начала смотреть листы. Но там смотреть нечего, в принципе. Я даже, по-моему... Лики. Даже не стала листать. Вот, мы просто поговорили с учителем. При том, что она говорит, что вот у тебя мороги, хорошо. Типа, ты отвечаешь. Я ей сказала, что вот у меня экзамен был промежуточный и плохой. Поэтому я особо-то и не прилагала усилий. Потому что я на сто баллов не напишу. Она говорит, а, точно, тебе надо было на сто баллов писать. Я говорю, да. Поэтому обещаю учиться вот еще раз. Когда начнется учеба, говорю, вам пришлю фотографию, что у меня хорошие баллы в конце семестра. Мы разговаривали, наверное, минут десять. После того, как все уже посмотрели свои работы, нас позвали сфотографировать со всем вместе. Это, наверное, единственная фотография после Locked World, как мы с классом фоткаемся. Я не знаю, почему такой класс попался. На первом уровне мы фотографировались чуть ли не каждые две недели. У нас много фотографий общих было. И здесь как-то даже все неохотно хотели встать вместе, если честно. Ой, это уже мой. Мне хатсут мне еще вынесла подарок. Тортик. Все, это мой. Не успею. Это нам учитель подарил в честь окончания уровня. Объезда можно. Все, поехали. Я доехала до Home Plus. Сейчас спущусь в продуктовый, что-нибудь возьму покушать. Побегу домой. У меня еще зарядки осталось 9%, поэтому надеюсь, бегу. Я ошиблась. У меня не 9%, а 19%. Что-то я перенервничала, видать. Вот, снова непонятно из-за чего. Я еще забыла, что сегодня 14 февраля. Сейчас нашла такой подарок с приколом. Маленький подарочек. Вот. Ну так, чисто символически. Просто сделать презентик Дине. Возьму булочку. Кстати, она тут дешевле на 100 вон. Интересно. Взяла курочку, но уже другую. Вот. Приду домой, все покажу. Сейчас вам показать. Подарчик я пока накрою, чтобы интереснее было. Вот две булочки. Взяла сок. Маленький такой салатик. Как-то Света уже покупала. Вот ей понравилось. И мне понравилось. Я пробовала. И вот взяла вот такое ведерко. Оно дешевле в два раза. А курицы практически столько же. Ну, правда, она без соуса, но это ничего страшного. Соус можно сейчас посмотреть. Будет какой-нибудь вкусненький, сейчас возьму еще соус. Еще хочется, конечно, каких-нибудь вот таких приколюк взять, но я еще буду перед домом заходить в кофейню. Хочу взять кофе. И, возможно, там будет что-то в кофейне. Меня Дима встретил. Дядь. Пришлось проснуться и идти. Пришлось. Нет, это хорошо на самом деле, потому что не можно спать на тревогах. Дима со мной ждал, пока видео прогрузится. Мы сейчас зашли в кофейню, хотели взять два кофе, но потом подумали, что пойдем лучше сходим в ту кофейню, которая мне понравилась. Когда-то, когда я первый раз ходила, я не помню, тогда в телеграм скидывала фотку, что я первый раз в кофейне. Это, по-моему, был ноябрь. А не в каникулы. Вот там мне понравился напиток. И там по цене было плюс-минус хорошо. А сейчас кофе стоит бабл 5 900. Большой размер латте. Но за то, чтобы нам добавили эспрессо, надо еще доплатить. Вот. Хотя латте, оно подразумевает собой порцию эспрессо. Ну, хотя мы когда с тобой видео смотрели про эти корейские кофейни, там тоже когда делали латте, там просто делали молоко со льдом. А, да я не обращала внимания. Она не добавляла эспрессо? Ну, по-моему, не видели. Шотик. Ну, вообще, да, это страшно. Эспрессо тогда не было. Она здесь была? Кто знает блогера, ставьте лайк. Я ее периодически смотрю. Скорее всего, не в этой кофешке она была, а в другой. Она пробовала именно на меню сезонное с клубничкой. Она вроде как не все съела, но выпила она дофигища. Я не помню, как ее зовут. По плану, по крайней мере, у меня сейчас быстро пойти в душ. Просто, просто быстро. И пока будем обсыхать, спать уже не будем и поедим. Так? Да. Сейчас я быстренько запарю лапшичку. Здесь нету кухни в отеле. Вот есть только чайник, микроволновка, кофе. Сегодня уже четверг, да? Мы вчера не ходили в Намсан, потому что кое-кто, когда пришла с учебы, я вырубилась. И спала, наверное, часа два-два с половиной. А потом еще мне было лень куда-то идти. Нужно было сходить в душ. И уже после мы решили вообще никуда не идти, потому что уже закат мы не успеем посмотреть. И уже аж поздним вечером... Блин, у вас реально дождь идет. Он явно был. Нет, есть маленький. Есть маленький. Но мы до метро успеем добежать. Кто со мной в универ едет? Да. Я посмотрю, кто думает. Да. Я надеюсь, что ты не будешь сидеть два часа в холле. Я тоже не буду видеть. Я очень хочу, чтобы нам быстро выдали мажечки. Где мы там? Вот мы. И все, и мы побежали из Нимы в гору. Как горные козлики. Вроде успеваем. Осталось полчаса. Поезд недавно уехал, поэтому надо будет немножко подождать. Нам буквально тоже две станции. Там будет тоже пересадка. И все. И потом еще одну? Нет. Только одну пересадку еще надо сделать. Потом это потом будет. Да. После этого получше. Уже 9.00. Я сейчас спокойненько иду. Ну, со спокойной совестью, знаете. Сегодня можно опоздать. Хочешь на лифт или хочешь прям парадно выйти? Ну, правильно. Время есть, что бы нет. Разминка перед сегодняшним подъемом. Ага. Я говорю, мы будем мокрые, как... А хотя, судя по тому, что открывают зонтики. Блин. Вообще дождь должен был быть в понедельник и во вторник. Но никак не сегодня. Ну, мы-то бежим. Как твои стоят? Вчаляйте. Направо. Ну, как тебе? Я надеюсь, он закончится в том моменте, как ты видишь. Вообще до двух показывает. Солнце вообще прям не написано, что оно вообще появится даже. Ну, как тебе? Слушай, улыбненько. Симпатичнее. Так и не привыкненько, что я с тобой иду. Я мне тоже. Я обычно привык смотреть по ту сторону экрана. Да. На несколько тысяч километров. А тут вот оно уже очень даже симпатичное. Вчера ребята, выпускники шестого уровня, снова фотографировались. Вот там. Там даже баннеры есть. А вот они. Да, можешь тут посидеть. Сколько нас человек пришло. Ну, вы поняли, на какой класс у меня. Не думала я, что в последний день у нас будет 4 землекопа. Сейчас спускаюсь с Димой, чтобы сказать, что меня нужно будет подождать до 12, а это еще 2 часа с лишним. Пока время свободное спустилось к Диме, мы сейчас ждем, пока, по-моему, в 11 начнется. Или в 10. Или в 10, по-моему. Нам будут показывать, как награждают. У нас класса закончены на стипендию девочки с Монгольми и Хацуки. Мы сейчас просто разговариваем. У нас 4 человека в классе, чтобы ты понимал. 4. Никого нет пока что. Но я думаю, они придут позже. Либо заберут сертификат потом. Вот. Мне за учителей самое обидное. Мне прям вообще неприятно, неискомфортно. Мне жалко мужчину. Вот она сейчас, мужчина, будет награждать. И получается, он будет награждать 4 человека. И вся стопка с сертификатами, ну, с дипломами, в кавычках, она будет стоять. Хотя вчера девушка, учитель, всем написала в личку каждому. Не только в группу, а в личку, потому что мне в личку написали. Хотя мне можно не писать, я всегда прихожу. Она написала, пожалуйста, завтра придите обязательно. Вот. Из Китая вообще никого из ребят нет. Ну, эта группа вот какая-то, я не знаю, она не сплоченная, что ли. Группа у ребят, с которыми я училась на первом уровне, не знаю, как у всех, но у четырех, а они в разных группах учатся, у них очень дружные коллективы. У них подарки друг другу дарят, у них фотографий очень много общих, они ходили по разным местам, там в кафе, в кук. Ну, как и на первом уровне, вот мы тоже пару раз были вместе. Ну, фотографий у нас в любом случае много, а здесь не одной. Вот вчера сделали с учителем, и всё. Может, следующая группа будет нормально? А, я уже ничего ожидать не буду. Я с таким настроем шёл на второй уровень, думаю, вот, сейчас группа будет хорошая. Я на первом же дне, на первом уроке начала со всеми знакомиться, и уже звоночек был, как отреагировали девочки из Китая. Типа, что ты со мной вообще заговорила? У них по лицу было вот так вот видно. Я такая, так, окей. Потом зашли другие, которые не поздоровались, ничего, просто прошли мимо. Ну, не конкретно меня, а вот меня и других ребят, которые, вот, с которыми я уже познакомилась в классе. И всё. А так больше всего я общалась, получается, с женщиной с Бельгии, вот, девчонка с Швейцарии, Хацуки с Японии, и немножко вот с девушкой с Монголии. И всё. Да не, я не один, я не расстраиваюсь, просто хочу рассказать на память, как есть. Чё я буду приукрашивать? Вот так, ну, бывает. Зато поеду в парк опять, первый-то уровень по паркам ездит. Я сейчас больше всего удивляюсь, со мной девушка сейчас сидит рядышком, с Швейцарией как раз. Её учитель спрашивает, а она почему-то не может ответить. Но она идёт на третий уровень. Какая-то? Ну, не знаю, значит, она грамматику очень хорошо знает, и слов у неё много в голове. Хотя это с другой стороны, ну, может, просто стесняется говорить при ком-то, а экзамен сдала хорошо. Такое тоже бывает, да? Ну, да. Сама спросила, сама ответила. Иди возьми покушать. Где? Тут напротив есть Ханян Плаза. Ладно, я сейчас уже пойду в класс, что-то я наболтала. Извините. Я на той перебине много трындела одним словом. Хацуки много учила. Я одирально много учила, поэтому незаслуженно получили стипендию. Вот, а то я чё-то как-то ушла в древе. В древе. В древе. И всё. Сейчас вот посмотрели, как награждают ребят, как в мантиях снова празднуют вручение и говорят речь шестой уровень. Те, кто закончили шестой уровень. Вот, собственно, сегодня выпускной. Будут фотографировать. Хотя там дождь. Дождь уже будет не до двух, а до трёх. Включительно солнце не выйдет. Солнце будет завтра. Солнце будет завтра. И мы решили поменять день. И сегодня поехать на ближайшую станцию, чтобы не идти под дождём. Потому что там и кинотеатр, и Оливьянг. Оливьянг нам надо, потому что надо купить всякого мамам, сестрюхе, подруге-сеструхе, бабушке, Диме. У нас надо найти всякого по мелочи. Перелести сувенирчиков. Ну, там надо тебе больше, хотя можно посмотреть. Подарочки. Там ещё торговый центр будет. Можем там, ты хотел рыбу взять, там тоже рыба должна быть. Наборы рыба и мат. Вот то, что я говорила. Там, где ты, ежа, хотел посмотреть. Дима, мне ежа хочет того взять. Прикиньте, он запомнил, я снимала видео несколько месяцев назад. Дима такой, а где вот этот еж? Где вот этот еж? А где забыл, кстати? Да ты на сколько прошу. Буду спать с ежом потом. Там есть щектанчики. Можем покушать с щектанчиками. На каком-то этаже. Если будет что-то интересное в кино, может, сходим в кино. Вот. Ну, тебе будет интереснее. А, и ещё у нас проблема. Я блок вчера поставила на зарядку, пауэрбанк. А он почему-то не зарядился. У меня 50%. У Димы, у тебя сколько? У тебя полностью зарядил? Нет, это тоже не зарядился. Не, я не заряжал вообще. А, да? Офигеть. Так он вообще, получается, не зарядился. Потому что у меня было 40. У меня дошло до 63. И всё, он выключился. И из-за того, что я сейчас много сидела в телефоне, он у меня вот так-то-то-то-то. Почему ещё и без зарядки? О, значит, мы сегодня поедем сейчас в торговый центр, там что-нибудь поделаем. Через час. Через час. Если дождь не прекратится, не знаю, что я буду делать. Но мы в любом случае, если что-то купим, мы уже не сможем поехать, потому что будут пакеты здоровые. О, да. Это только ещё домой надо будет делать и тогда. Как мы много трындим, ё-моё. Капец, ты дождь всё испортил, прикладывай. У меня ничего не испортило, потому что рядышком. Не, не так хорошо. Да, я тоже хочу. Я ведь хочу, чтобы ты посмотрел сверху. Да. На ту вышку мы не пойдём нафиг надо. Там все говорят, что оно того не стоит, да и там дорого, если кушать. Если только в кафешку зайдём, гон-ча. Вот, я хочу. Я хочу тоже, чтобы ты там попробовал. Хотя большинство тоже говорит, что гон-ча не очень. Неоправданно дорого. Ну, там правда дорого. Хотя вчера мы взяли кофе где? Идея кофе? Не советую идея кофе. Я топлю за кампус кофе. Кампус, правильно? Там где Тухёнчик. Мы кружочек записывали в Телеграм. Тухёнчик. Тухён из BTS. Всё, мы бегом идём в метро. Мы не плакали. В этот раз как-то было всё быстро. Просто нам выдали и всё. Мы тут уже полчаса выбираем Дашке тинт. Моя рука сдаётся. Нам сказали вот что-то выбрать из этого. У девчонок спросила в Телеграм. Они посоветовали перри пира. Но тут некоторых цветов нет. Нам показали фотографию. Плюс-минус. Нам показалось, он слишком яркий. Вот. Для Дашки. Она хочет немножко поспокойнее. Ещё посоветовали Ром НД. Да? Правильно? Вот. Вот из этих плюс-минус нам понравился 31-32. Вот сейчас мы скинули Дашке. Она посмотрит. Понравится, не понравится. Это писец. Офигеть. 20 минут второго. Мы только вышли с Оливьян. Дима расстроился, потому что здесь нету ёжика. Я говорила, раскупили. Ещё тогда его не было. Зато мы взяли Диминой бабушки, Диминой маме. Дашка хотела тинты. Моя мама хотела несколько штукенций. Вот. Так что мы довольны. Ещё бабушке осталось духи купить. Но там уже бабушка сама себе подарок делает. Это в Дьюти-фри уже Дима будет смотреть. Я даже не знаю, что. Так, чисто. Хотели найти здесь, но тут не было. Да, ёжику псовьё, я знаю. Тем временем на улице пролетает небольшой снег. Если его видно. Ну, плохо. Но он есть прям мелкий-мелкий. Был крупнее, но я не стала снимать. Сейчас жалею теперь. Мы сейчас пришли на фудкорт. Точно мы поднялись на третий этаж. Там до сих пор валит снег. Прикиньте. Хотели взять блюдо. Ой, я так снимаю один стол. Хотели взять блюдо. Но ждать нужно будет от 25 минут. Поэтому сейчас перекусим кальмаром. Да? Но называется это О'Джино. Вот. И пойдём домой. Да, надо будет по пути ещё зайти в какой-нибудь ресторанчик пообедать. Ну, если получите. Если получите. Потом мы пойдём кое-куда, кое-на-что смотреть. Красотуля. Кто ж такой уставший? Ну, мы просто рано встали и толком не кушали. Ну да, ты опять ему кимбабом перекусил. Ну, это очень вкусно. Поедем мы или не поедем? Ну нет, мы криво встали. Ну ладно. И мне будет ещё так же весело, когда в неожиданные моменты Дима просто... Вот так улетал. Вот так улетал. Всё так. Ой, я бы сама так не прочитала. Что ещё надо для счастья? Ты меня снимаешь? Видите, что у меня теперь есть? Такая прелесть. Не знаю, насколько это хорошо работает или нет. Но я сегодня шла в школу, хотела сказать. Универ привязанная, поэтому попробуем. Мы зашли домой, чтобы зарядить телефоны полностью, досмотреть вчерашний фильм. И покушать. Вот, собственно. И потом уже пойдём к динозаврам. И ещё, и ещё. У нас сегодня будет конкурс Телеграм. Если вы это смотрите, значит, он уже идёт. Лапки, как у меня. Охот. Дима, ты machst это 앞д ne? Да. Телеграм. Мне кажется это он. Ну я с ARK. Ой. 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 а что ты носишь что-то так все мы вышли от динозавриков так время быстро опять пролетело она как бы вот ходим-ходим что-то можно поснимать но проводим время все время вдвоем еще раз приятно осталось 9.9 процентов на телефоне сегодня у нас вот такой вот вкусный ужин дима выбрал суси честно я не назову тут все рыбы но все рыбы и тут соус по моему остро-сладкий если не ошибаюсь вкусняшка вкусняшка кофе конкурс в telegram мы уже опубликовали на подарочке от ханян поэтому если вы тоже скушите вам приятного аппетита всем доброе утро мы сейчас топаем в универ чтобы купить с мамой термос я вчера забыла чтобы купить с мамой термос а ханян она хотела и потом поедем на нам сан дима захотел глянуть на стадион а мы только что купили маме термосик вот он но это не стадион это именно для концертов мы зашли в университетскую столовку и оба не знаем как это есть да я не понимаю я тоже если честно запуталась шо вот это и шо вот это и куда это надо ладно просто заметил постер с геймерами надо запечатлеть как тебе рыбка моя любимая это фасолевая паста и ток если туда подняться наверх там библиотека мой ну да не дойти можно добиваться следом твоих кусочек да потом буду пересматривать как ты тут тепаешь мы решили пройтись потому что сейчас уже распогодилась солнышко появилось дойдем другого метро как раз мороженку дойдем у хочешь зайти в книжный я тебе покажу что там как раз мы берем очередь мороженым ну ты его уберешь но если он открыт конечно же да да я думаю с мороженым пустят не парься главное его убрать и все ястреб или сокол кружит вон круги накручивает какая бадья огромный стакан время уже сколько сейчас скажу много почти три часа мы сейчас должны зайти в магазин и только потом мы пойдем на нам сам ну нам кажется что мы ничего не успеем сырье они так то пойдут прикольно закат шесть десять нормально начинается да но мы думаем из курток ничего не выберем поэтому мы не паримся особо нам нужны такие что-то шкурки кстати добавить в большой размер я забыла как кофейня называется будем говорить как кофейня добавить топиоку ты запомнил короче тогда добавить топиоку стоит 800 вон дополнительно оставлю стаканчик будет дома стоять буду воды набирать в комнату без пояснений короче когда-нибудь я расскажу об этом но сейчас история умалчивает блин надо было снять твою реакцию когда я уходил проживать никогда нам чуть не продали сейчас туда-обратно она спросила туда-обратно цена такая же осталось 12000 в одну сторону с одного человека как тебе вид если нам повезет нам выше нам на третий это второй это второй этаж я понял это типа смотри а это наверно для большой толпы когда людей много я просто запомнишь там было три теп 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 такая красота если народу будет чуть а нет его дофига наверное мы ничего там не увидим 2 часа но я поднималась два часа ты наверно быстрее поднимешься как тебя сегодня еще повезло что воздух чистый сейчас коровок посмотрим а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, мне кажется, будет ещё долго опускаться, минут 25 Ну, лучше, чем тут, наверное, уже не будет Потому что, я говорю, наверху там чуть всё занято Так вот, смотри, красивая какая Нет, это конец Заходи Ну, когда темно, тут прикольнее Зашли немножко погреться? Ага Красотища Мы сейчас зашли в Гунчу Я хотела, чтобы Дима попробовал По итогу мы заказали Горячий чай А какой вкус я забыл Шоколад, по-моему Шоколадный горячий чай И Дима такой Ну всё Она начала делать, девушка И Дима такой Ну всё, пойдём, пойдём к сердечкам Посмотрим сердечки А я говорю А ты ничего не забыл? Ай Ладно, ну второй раз, когда уж повторяешь Что-то не так смешно Ну хоть не забудется Реально теплее Не забудется Я буду пересматривать эти кусочки Да Ты в Сеуле Со мной Сам в шоке Рядушка Чёп-чёп Это кто такое? Это шок-контент Я теперь небеса Окольцевали Приехали, чтобы меня окольцевать Ходит, улыбается Для семейного архива Ждём свадьбу всем ежным селом Родители в шоке Да, мне тоже кажется Настолько долго всё тянем Ой, долго Ты сам сейчас сказал Пятый год уже Хотя не пятый Нифига Ой, а в лифте Пятый год Пятый год С 20-го по 21-го по 21-го это 2-й год С 21-го по 22-й это 3-й год С 22-го по 23-й это 4-й год Так ещё нет 4, ещё 3 4 года Нет, нам 3 Нам 3 В 23-м году было 4 года Да Всё, не смешно Потерял регисту Блин, реально Теперь такое ощущение Что там именно тропа Для того, чтобы проходить По хребту горы Хотеть туда, конечно Я сейчас иду И не могу посчитать Сколько нам будет лет В этом году Дима говорит 5 Я говорю 4 Юбилей что ли? Да Ну, это реально Давай ещё раз посчитаем Так, у нас праздничный ужин Невеста будет пробовать кальмара Целикового Я хочу купать Ну, нам его нарубили, правда Жуётся? Хорошо, что нам его ножницами порезали А то собирались кусать Вот даже демицей его прижарили Вкусно? Ну, да Ну, вот Чом-то манё Жениху Кусочек Мы сейчас заходили в один ресторан Нас оттуда выгнали Потому что мы не стали выбирать барбекю Ну, там оно 60 тысяч стоит Типа, нафиг надо За 150 грамм Это капец, как дорого Ещё было 600 грамм свинины За 49 тысяч Ну, плюс-минус Я уж точно не помню в цифрах Вот мы так подумали Типа, хотели заказать нальмён просто Как кушали сегодня с утра в универе Но я что-то хочу нальмён поесть Дима взял то и всё от пип-бим-пап Это такой в горшочке пип-бим-пап Держи уже них А нам потом девушка подошла И сказала, что если барбекю нету То, типа, давайте До свидания До свидания Вот Слегка так раздражённо это сделала Я сначала не поняла Потому что она сказала по-корейски А потом до меня дошла Я такая, ну, окей Нет, с одной стороны мы их поняли Потому что стол с барбекю Типа, и барбекю не заказывать Это странно Но можно было как-то помягче Но с другой стороны Отношение к людям стало ясно Да не, ну просто Когда тебя зазывают, заманивают А потом то нельзя, это нельзя А это надо вот так Это как бы, ну А, ну нас пригласила эта женщина Да, с улицы Вот Ну всё, сейчас докушаем кальмары Идём дальше Ищем сырный медальон Давай, пробуй Это с картошкой ещё Ну типа Это как сосиска в тесте Только чуть-чуть вкуснее получается Эминем играет Ты что? Он мне авторские права сделал Ну как? Понятно, на горячее Едем домой Сейчас прошли полуподземки Оказывается, это как торговый Что такое? Что за намёки? Дима Что за намёки? А, это типа тут О, великая шар-комната Не-не-не, подожди Может тут свадьбы играют? Может быть такое? Великий шар-комнат и можно Так, у нас сейчас миссия Доехать до Хонплас Взять каких-нибудь ещё вкусняшек К дополнению Того, что у нас осталось С уличного стритфуда Взять соджу И гранатовую И виноградную Потому что А сколько мы соджу? Одну только? Нет, две, по-моему, мы только попробовали Гранатовые И то в первый день вроде всё Мы больше ничего не пили из алкоголя Вот сейчас хотим взять Чтобы было и на завтра уже Хотя, может, оно осталось Ну, короче, я не знаю Просто хотим соджику Выйти Выйти Выпить Так, отметить Тихонечко Фух, на улице холодно Я в двух куртках Считайте И мне всё равно холодно А вот и наш праздничный стол Ананас Взяли в Хомплас Вот такой вот кусочке Дима намыл клубники Хотела сказать целый тазик Ну, можно и так сказать Наши тайаки Или это каяки Не помню, как то, что она называется То, что А, клубничку я сюда выкинула Вот то, что остались Аджина, которая осталась Лимонадик, который мы Наконец-таки сегодня попробуем И всё-таки взяли Не по две, а вот по одной Соджу Время, конечно, уже дофигища Ещё у нас снэки есть Мы вчера начали досматривать Ночной дозор Но остановились, наверное, где-то на минут 20 Или сколько мы посмотрели ночного дозора Я почему-то вот такая вот красная Я не понимаю, из-за чего С душа я вышла уже полчаса точно Но съела 4 клубничины Может, у меня из-за клубники? Реально Ну, прям Ну, вообще немножко, да Может быть, из-за клубники это Потому что мне и родители сказали Мы только что разговаривали Нас поздравляли Вот И чё-то как-то Не знаю, что меня это пугает Но Надеюсь, что это Я даже не знаю, из-за чего Я ничего пока что Ещё Другого Ничего не ела Вот в чём дело Странно И алкоголь мы ещё тоже не открывали Оно вот как стоит Так стоит После того, как мы пришли Ладно, вот такой вот кусочек Ой, ну и какой пушистый Пушистый Сегодня 17 февраля 17 февраля? 17 февраля Мы сейчас закинули чемодан, которых Священник, которые останутся у меня Сейчас пойдём гулять Куда-нибудь покушать Сходить Погода просто кайф Да, плюс 10 на улице сейчас Вот моя самая любимая погода Как в мае В Питере Нам сейчас прямо А нет, не прямо Направо Да, туда прямо До Талова Надо сразу попросить Смотрите, наши фоточки Мы сделали фоточки А тут мы и задевеливались 7 вечера 17-е всё ещё число Мы добрались до ДДП До капельки Ну как тебе? Обалденный Кого-то надули А, кстати, реально Он как будто плюшевый Сейчас будем тут ходить гулять Классно 100 лет Да, правильно? 100 лет World Brothers Это как менялась история Значка Вау А я застала только вот такой Я смотрела мультики Вот с таким Да, я тоже не помню Вау Чем-то на Бузову похоже Да? Ау, друзья Сейчас будет Укнило Д 110 30 15 Все 15 15 15 34 Мы смотрелись в такой горши сахарной. О, да ладно, Зима. Зим. 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 Масленник фейё покупал? Масленник фейё покупал? Угу. у меня тоже надо один из самых интересных я вам с вами я думаю я думаю Ну все, теперь я пришла в комнату, чтобы забрать пустой чемодан, лишние вещи и будем уже выходить в отель, вот, с концами, капец, у меня тут просто бардачья, ужас, так, димень чемодан остается у меня, сейчас достану свой с кровати, и все, еще девчонки передали вот несколько вещей, еще в эфир сейчас выйдем, как дома будем, ладно, все, я побежала, мы уже давным-давно в отеле, чемодан димен мы уже собрали, все, что на подарок для конкурса мы подготовили, все убрали, упаковали, сейчас будем выходить в прямой эфир, пробовать сладости, а потом после эфира, скорее всего, будем отдыхать, включим фильм какой-нибудь, чтобы не уснуть, и, в принципе, так, вот, на 6 утра проведем время, где-то в 5 с чем-то позавтракаем, взяли кимбаб, треугольничек, я взяла булочку, которую вы как-то мне рекомендовали, она мне понравилась, с посолью и с кремом, взяли два йогурта с первого этажа на ресепшене, да и, в принципе, все, булочку я, наверное, сейчас съем, с утра, наверное, не буду ничего кушать, а вот такие вот штучки мы сейчас попробуем, попробуем в прямом эфире, вот, у нас еще осталось много чипсиков, ой, где камера, вот, три штучки, их мы будем кушать, я уже повторяюсь, да, после эфира, вот, под какой-нибудь эфиром, я такой вообще смешивый, я откормил за это неделю, все, мы провели эфир, хотя уже прошло, но так, достаточно времени, у нас остались чипсики, только что закрыли окно, по моей позиции, потому что оно открыто периодически из-за того, чтобы нам не уснуть, да? Ай, вставать через час полтретьего, а нам... В 5.30 А я сказала вставать, в 5, вставать Наложиться даже не будем, мы сейчас начнем досматривать фильм, Лапенко, что я вчера уснула, бывает, бывает, у меня просто накормили хорошенько, а когда я плотненько поем, я всегда засыпаю, вот, я вчера уснула, не очень хорошо получилось, конечно, я просто вырубила, ладно, включимся уже попозже, вот, какие будут дела, да, ты что можешь сказать, свое оправдание? Ой, нет у меня оправдания, откармливаю на убой. Хочешь ехать? Конечно, нет, я обязательно еще приеду. Да, если вы, наверное, смотрите это видео, то Дима уже в Питере, дома, далеко от меня. Да, за несколько тысяч километров. Хорошо, что сейчас есть интернет и связь, как раньше люди без этого вообще жили? Ой, я не хочу, чтобы Дима уезжал. Мы сейчас играем в зумби-ферму. Соберем все, как это, ресурсы, можно так сказать, ресурсы? Будем досмотреть Лапенко. Ладно, все, сейчас. Если вы смотрите это, то гусина уже улетела. И уже в Питере, скорее всего, да, что? Да, скорее всего, так и будет. Потому что мы сидим сейчас в аэропорту. Дима прошел регистрацию. Да, на рейс нам скорее подождать 10 минут, так и будет идти проверка багажа. Вот, мы сейчас забрали паспорт. Сейчас выдадут билеты. Если ничего запрещено, его не найдут. Потом попрощаемся. Да, и Дима пойдет на таможню. О, я такой опушен. Да. Я поспала часа три, да? Ну, да. Или четыре. Не, четыре нет. Не, 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 точно не четыре. Часа три, может. А я не поспал вообще. Дима не спал вообще. Ну, зато я быстро, надеюсь, усну в самолете сразу после еды. Потом проснусь уже в Азбадистане. Попробую поменять доллары там чуть-чуть, чтобы погулять по городу. Под сними немножко. Ну, да, постараюсь, под сними, под сними, под сними. А я поеду просто обратно. Да. В свою пануру. Возможно, я сниму номер в отеле недорогой на сутки. В Ташкенте? В Ташкенте, да. И либо погуляю по городу и завалюсь спать, либо просто завалюсь спать, не знаю. В общем, ну, чуть-чуть побуду там. Ну, чеса чуть-чуть. Ну, пересадка 18 часов, блин. Ну, это много. Я просто 18 часов в аэропорту не вывезу. Что, пойдем забирать? Да. Дальше уже нельзя мне пойти будет. Подошли к таможне. Ну, сколько осталось? 5 минут? Ну, уже меньше, уже пора дожить. Я не хочу все в ППХ делать. ПОКИТАНИИ. Субтитры сделал DimaTorzok Все, Дима пошел проходить таможню Я сейчас буду спускаться в метро Мне вроде как сейчас вниз-вниз Эти эскалаторы находятся напротив вот такой вот большой Ну это не проекция, наверное, экран больше Вот, так что будете в аэропорту Вот видите, это экран Вам нужно спускаться вниз Кому будет интересно, может полезно Сейчас покажу, куда идти Можно спуститься еще ниже Вот этот экран большой Можно пройти пляну Там будут два коридора И длинных коридоров Большое табло С расписанием На каждом этаже есть уборные Вот эти коридоры Я воспользуюсь все-таки ускоренным вариантом И нам нужно аж вот туда Вот я ехала с той стороны сюда И напротив у нас же появляется такая буковка М Это как метро Здесь есть два варианта Направо пойдешь, на скоростном поедешь Налево пойдешь на обычном Вот он Ускоренный чуть дороже Надо будет спуститься вниз Там будут такие же рыжие терминалы Собственно, покупаете билет Ждете время И садитесь Это тот вариант, который мне женщина помогла пробить Когда я приехала сюда впервые Не зная английского Не понимая, как на корейском Что я хочу объяснить Что вообще мне надо Вот мне женщина помогла купить На скоростной, так скажем Сейчас мне торопиться некуда Иду на обычный Вот, смотрите Такие же терминалы синего цвета Но я им, наверное, пользоваться не буду Потому что у меня проездной Тима не есть Там должно хватить мне И с обратной стороны Точно такие же, только рыжего Разница в том, что Эти поезда останавливаются Намного чаще Чем Оранжевый Типа скоростной Скоростного там будет станция Не знаю Ну, минут за сорок Вы доедете до Сеул Стейшн Саульёк Здесь я буду Больше часа ехать Ну, опять же Мне сейчас Мне всё равно И некуда возвращаться Вот Дима уехал Поэтому поеду на обычном Вот Тут даже написано Вот оно Арекс Обычный А здесь Арекс получается Экспресс Сейчас я ещё Покажу терминалы На всякий случай Но говорю, что Они плюс-минус Такого же Плана Только вот рыжие Вот они Вот они И вот такая же девушка Только у меня Постарше была женщина Помогла мне Купить билетик Всё, пикаете Там по полоскам Идёте И всё Едете до Сеул Стейшн Там уже Куда вам надо Так что Поеду я Сейчас достану Карточку Посмотрим Хватит мне Не хватит Так, это не та Вот она Вот он Мой утёнок Сейчас Девять Сорок восемь Поезда Тут ходят Часто Так, ну Надеюсь Хочет Нет, не хватает Надо Закинуть Закинула Два Чёника Сейчас Нет Оп Всё Сейчас Попробуем Штар Должно Хватить Потому что Он не такой Вроде дорогой Как Сэкспресс О, всё Тысячу пятьдесят вон У меня взяла Вот эти стрелочки И тут как раз написано Сеул Йок Всё, спускаемся вниз Просто ждём Поезд Когда подойдёт Да и в принципе Едем Наслаждаемся Поездкой На этом всё Можно Всё Перепроверить По вот этим Полоскам Всегда Указывается Направление Вот Едет Отсюда Вверх Вот Вверх Стрелочка Просто я Когда первый раз Например Приезжала Я не замечала Эту стрелочку Вверх Я не понимала В каком направлении Он едет Ещё Над дверями Тоже Есть указатели Вот Здесь На примере Покажу Тут людей Нету Вот По центру Всегда Та станция Где вы Сейчас Находитесь И стрелка Куда вы Поедете Вот Мне Следовательно Нужно Проехать Давайте Вместе Посчитаем Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Дея Десять Одиннадцать Двенадцать На двенадцатой Станции Мне нужно Будет Выходить Делать Пересадку Уже Ехать Домой О Как раз Поезд Подъезжает Ну Можно Считать Что я Домой Пришла Не знаю Сколько По времени У меня Вышло Я не Помню Когда я Выходила Именно С аэропорта Вот Ну Думаю Больше Полутора Часов Точно Должна Пройти В метро Я засыпала Не знаю Сколько Раз Четыре Точно И то Это До Пересадки После Пересадки Вроде Не спала Играла В телефон В приложение Которое Мы вместе С Димой Играем И все Дима Скорее всего Полетел Уже Потому что Там Немножко Задержали Как обычно Ладно Иду домой И все Наверное Лягу спать Маленькое Дополнение Я сейчас Склеиваю Кусочки И В этом Кусочке Я рассказываю Про разницу Между Двумя Тренами Один Скоростной Но скоростной В кавычках Как я уже сказала Он отличается От обычного Только тем Что пропускает Очень много Станций И Доезжает До Сеул Стейшн Намного Быстрее Еще разница В том Что вы можете Купить на Экспресс Скоростной Именно Своё место И вы будете Ехать По направлению Движения Плюс Вы можете Еще Выбрать Билетики Сесть У окошка Или Не у окошка Он больше Похож на Ласточку Он больше Похож на Сапсан Такого Плана Конкретно Этот Поезд А обычный Трен Он уже Больше Похож на Метро Но по факту Это и есть Метро Вот Все наши Кузочки Подошли К концу Это конец Видео Спасибо всем Кто досмотрел До конца Еще раз Всем спасибо Кто был С нами На связи Потому что Мы частенько Спрашивали Вас Вопросики Помощи В каком-то Выборе Вот через Телеграм Спасибо Всем Кто Отвечал Сейчас Я Наверное Буду смотреть Ютубчик Отдыхать Дима Уже Приземлился Он уже В Питере Осталось Только Добраться До Аэропорта Домой Так что Вот такие Вот дела Грустненько Но Думаю Это пройдет Как я Уже Говорила Ранее Дима Меня Прям Зарядил Дал Сил Учиться Я Теперь Не Грущу Видимо Дало О себе Знать Вот эти Полгода На расстоянии И Думаю Все Будет Хорошо Вот Я Смогу Уделять Учебе Достаточное Количество Времени Смогу Себя Настроить На Действительно Такую Плотную Серьезную Усердную Учебу И Дам Хорошие Экзамены Действительно С Такой Знаете Легкой Душой С Таким Каким-то С Такой Маленькой Победой Полечу Домой И Побуду Еще Дома У меня Немножко Термос Пузырится Я надеюсь Это не так Сильно Слышно Я просто Себе Чай Набила Хотела Открыть Новую Коробочку Которую Дима Привез Но Раз уж Я решила Открыть Чемодан С вами На Сплане Показать Не вскрывала Коробку На Время Сейчас Уже Семь Вечера Не знаю Сколько Опубликуются Видео Потому что Она опять Вышла Больше Чем На Час Хотя Изначально Там Было Больше Двух Но Это Ладно Это Мелочи Ставлю Загрузить Пока Она Прогрузится Вылетится Да И Собственно Все Поэтому Всем Пока Пока И Сердечко Пока Субтитры